Друзья, всем привет! Сейчас посмотрим новые боты, что у нас есть новенького. И вначале зайдем в магазин, посмотрим, что в нем. Офера, значит, появился Burger King, опять дает... Вначале они 100 тысяч давали, потом 200 тысяч, а сейчас уже дают 400 тысяч. Ну, это очень неплохо. Посмотрим, что там есть. Сканируй чеки из Burger King в сервисе, чекбэк и греби монеты. На канале есть видео, как это делается, как это сканировать. В итоге у меня отсканировалось, там можно и вручную ввести код. И инвестирую в свое будущее каждый день, до двух чеков в день. Ну да, нормально, то есть можно в принципе Burger King, там многие чеки эти оставляют. Можно купить бургер по одному, грубо говоря. Четыре чека, я не знаю до какого числа эта акция, но несколько дней, скорее всего, будет. Вот. И, значит, вы можете купить там, прийти к терминалу, да, он вам ничего не скажет. То есть взять там хоть 6-8 чеков и так далее, и пробивать их. Можете кому-нибудь другу отдать, да, там. Вот. То есть так можно сделать. Можно просто зайти и попросить или взять возле мусорки чеки или на столе где-нибудь, кто уже поел. Вот, значит, смотрим, что у нас по играм нового. Фермер. Нет, не будем сейчас смотреть. Баскетбол я не очень понял. Трешно говоря, такая замороченная по мне игра. Я, наверное, не буду в нее играть. Коин Баттл. Простенький лотерей. Не, в лотереях не хочу больше участвовать. Тут уж извините. Баттлабиринт. Кстати, интересно. Надо попробовать Баттлабиринт. Ну, посмотрим прикольную игру. Русик. Я ее бегло попробовал. Вот. Ну, сейчас мы с вами посмотрим вместе. Потому что я еще некоторые вещи не проверил. Есть ли вывод там и так далее, да. Вот. Вопросы вообще простые, да. Правила. Тебе пишут слово с пропущенной буквы. Это задача понять, какую букву пропустили. Удача, в общем. Ну, слова очень простые. Ну, дают, кстати, немного. Пять коинов. Ну, в принципе, это нормально, да. Самое главное, здесь ничего не надо вкладывать. Абонимент. То есть, здесь, как бы, вообще проблем никаких нет. Единственное, я бы, конечно, по скорости бы, да, здесь начислял. Ну, так, если долго, то покойно, да. Если прямо в течение секунды, то, ну, как блиц, да. Ну, игра прикольная, да. То есть, ну, так. Неправильно. Вот так вот. Ну, кстати, немного списали. Вообще, было бы круто, если бы обнуляли. Бот, кстати, работает быстро, отвечает хорошо. Нормально, чётко. Сейчас мы до соточки дойдём. Это, вон, два раза одно и то же слово. Ну, ничего. Кстати, повторять, помню, договор уже был. Блин, ну, вот я разогнался. Кстати, прикольная игра. Ну, я чувствую, сейчас будет капча уже скоро. Давайте до капчи просто. Интересно. Она, кстати, что-то, долго не появляется. Опять те же вопросы. Ну, вот это, конечно, скучно. То, что слова дублируются. Неужели у нас слов мало в русском языке? И по сложности. Вообще, было бы круто, если по сложности сделать. Есть более заковыристые слова. Есть менее заковыристые. Ну, вот мне опять одно и то же слово всё подряд даёт. Не очень есть хорошо. Блин, я теперь не могу остановиться. Ну, игра затягивает, конечно. Ну, единственное слово, опять же уже. Кстати, почему-то капча не высвечивается. Понять не могу. Либо меня забанят сейчас скоро. Ну, разработчикам, значит, предложение сделать больше списаний за неправильный ответ. Исключить вот эти повторы. Да. Можно просто сделать это не так, как они сделали, да. А сделать, допустим, они по рандому слова берут. И словарь, видимо, не очень большой. А надо сделать словарь побольше. И сделать просто рандом из какого-то диапазона. Ну, и даже не апазона, а чтобы последовательно шли слова из какой-то группы. То есть, перемешать в базе, да, их не по алфавиту сделать. Или сделать какую-то сортировку. И тогда будет уже... В общем, я думаю, это можно технически сделать. Не сложно. Вот. И, значит, уровень сложности, да. То есть, или за время ответа, да. Вот если я вот сейчас думаю, да. То меньше, да, там единичку начислять. А если быстро человек отвечает, да. Заодно это не даст возможность пользоваться там какими-то словарями. Ну, и слова нужны чуть посложнее. Потому что это очень простые слова. Тем более, постоянно повторяются. Ребята, вы разоритесь. Ну, вот. Хотя, конечно, польза есть, конечно, от таких приложений. Ну, единственное, нужно посложнее. Потому что... Это не разовьет, да. Не разовьет особо. Тем более. Я вот запомню. То есть, тут словарь, как у Аллочки Людоведки. В общем, все. Я думаю, достаточно. Потому что уже скучно. Одни те слова. Просто буквы меняются, да. То есть, какая-то другая пропускается. Или даже вот это то же самое. Я прям помню, что это то же самое было. Делать прям слов 20 всего. Ну, может быть, бот развивается. Сейчас посмотрим, что там в группе творится. 2000 подписчиков. Есть сайт какой-то. Совместные закупки. Никита Сысоев. Вконтакте. То есть, если бот не работает, то напишите ему еще раз. Было много сообщений об ошибках слова. Сегодня русик будет работать, как часы. Весь словарь переработан. Но на самом деле, у кого-то, у кого-то, кстати, было слово выразительное. У меня почему-то его нет. Ну, ладно. Здесь, кстати, кнопка вывод есть. Попробую ввести. Пожалуйста, подпишись. Вступил в группу. Вывод будет через 10 секунд. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выведено. И слово мне дал. Да. Вот. Перевод Никиты. Поступил на 375 коинов. Ну, что. Зачетная игра. Все честно. Все работает. Вот. Конечно, разработчику надо как-то сделать так, чтобы, ну, немножко, с одной стороны, усложнить и сделать более интересно. И чтобы те, кто действительно грамотный, они могли и больше зарабатывать, и, в общем, ну, и больше там немножко терять. Если ошибутся в слове. То есть, какой-то баланс должен. Потому что здесь тупо, тупо реально можно немножко, но зарабатывать. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.